Гортензия «Вечное лето» – описание сорта посадка и уход. Роскошной гортензией можно украсить любую приусадебную территорию или дачный участок. Для этого растения не особенно сложно создать оптимальные условия. Селекционеры на протяжении многих лет выводили новые усовершенствованные сорта. Однако излюбленным вариантом для многих садоводов остается гортензия «Вечное лето». Весь летний сезон владелец сада сможет лубоваться красотой и дивным ароматом этих пышных растений. Общая информация. Гортензия «Энглесес Саммер» заслужила свое название и уникальной способностью зацветать дважды за один сезон. Подобная мутация была выведена селекционерами и считается наиболее удачной среди других сортов. Интересно, этому сорту присуща одна особенность – оттенки цветения зависят от уровня кислотности почвы. Также крупнолистная гортензия «Энглесес Саммер» отличается повышенной устойчивостью даже к сильным морозам. Однако наиболее удивительной особенностью является то, что она способна зацвести сначала в июне, а затем еще раз, спустя пять недель. В результате процесс цветения повторяется вплоть до середины осени. Гортензия «Вечное лето» описание сорта гортензии «Энглесес Саммер» была выведена селекционерами Соединенных Штатов в 80-х годах XX века. Повышенное внимание гортензия заслужила в период сильных морозов, когда в Штатах многие растения вымерзли. Любители цветов обратили внимание, что ранней весной удалось зацвести только этому растению. Впоследствии был выведен новый сорт этой гортензии – высокорослый кустарник с шарообразными крупными соцветиями с разными оттенками. От светло-голубого до розового цвета. В высоту цветок достигает двух метров в ширину до метра. Для этого сорта характерна крепкая матовая листва темно-зеленого цвета, которая обрамлена зубчатыми краями. Куст гортензии вырастает гибким, но прочным побегом. Побеги в первые годы жизни имеют темно-зеленый окрас, но по мере роста становятся более темными и постепенно деревенеют. Гортензия обладает округлой и компактной формой. Во время цветения появляются массивные яркие соцветия, которые достигают 15 см. Цвет зависит от уровня кислотности почвы, в которой произрастает растение. Щелочная среда способствует формированию розовых соцветий. Кислая земля приводит к появлению голубых цветов. Это интересно. На основе гортензии «Вечное лето» селекционеры вывели несколько новых сортов. Среди них особого внимания заслуживает белоснежная гортензия «Саммерлав». Культивирование гортензии «Вечное лето». Оптимальный грунт для посадки этого сорта «Кислая почва». Даже начинающий садовод с легкостью справится с посадкой и уходом за гортензией «Вечное лето». Описание посадки и ухода. Для начала следует приобрести саженцы гортензии «Вечное лето». Высадка в открытый грунт производится весной до появления почек, но после таяния снегов. Этому сорту подходят солнечные открытые участки, однако кустарнику потребуется затемнение в полдень, иначе листья и бутоны могут сгореть. Лучший вариант – сажать на возвышенных местах, поскольку длительный застой влаги пагубно сказывается на корневой системе гортензии. Перед посадкой участок перекапывает, удаляет сорняки и выбирает корни другой растительности. Затем следует выкопать посадочные лунки, глубина которых составляет примерно 50 см вглубь и столько же в ширину. После нужно приготовить удобрительную смесь из почвы, торфа и перегноя. Также опытные садоводы рекомендуют поместить на дно каждой лунки мелкие камни или гальку, чтобы предупредить застой влаги. Почву следует обильно залить водой, поместить выбранные саженцы в приготовленные лунки и присыпать их смесью удобрений. Обратите внимание, после посадки следует периодически проверять саженцы, проводить полив и не допускать иссушения почвы. Уход профилактические меры и внимания заключаются в своевременном поливе, рыхлении почвы, мульчировании и удобрении. Ухаживать за этим кустарник довольно просто, поскольку стандартные процедуры под силу начинающим садоводам. Полив Крупнолистная гортензия бесконечное лето – это достаточно влаголюбивое растение. Поэтому необходимо будет постоянно поддерживать увлажненность грунта. Поливать следует дождевой водой, которая накапливается в бочках. Если такая возможность отсутствует, тогда применяется обычная вода, которая предварительно прогревается на солнце. Для полива и правильного выращивания следует выбрать капельный метод. Полив гортензии и подкормка. Удобрительные смеси вносятся весной и летом. В начале лета отмечается ускоренный рост куста, поэтому потребуется внесение минеральных удобрений с азотом. Пропорции такой смеси следующие – столовая ложка удобрения на квадратный метр. Вторая подкормка проводится в период образования бутонов. Удобрительные смеси обязательно должны содержать калий. Нередко летом добавляют суперфосфат. Это интересно. Если гортензия в саду зацвела розовыми оттенками, в середине лета можно подкормить ее сульфатом аммония. В этом случае второе цветение. Новые соцветия будут голубыми, а ранее бутоны останутся розовыми. Мульчирование. Гортензия инглесес саммер нуждается в чистоте. Для здоровья и красоты требуется удаление сорняков и рыхление грунта. Затем необходимо предупредить испарение влаги и перегрев корней, проведя амульчирование древесной коры или торфом. Обрезка. Гортензия вечное лето оригинал практически не нуждается в проведении обрезки. Этому кустарнику достаточно будет декоративных обрезок и удаление больных или промерзших побегов. Внимание! Декоративная обрезка проводится только у молодых кустарников. Болезни и вредители. Гортензия вечное лето достаточно стойкая к мучнистой росе, однако при этом чувствительна к воде, которая используется для полива. Из-за высокого содержания щелочи кустарник может подвергнуться хлорозу. Поэтому для растения лучше использовать дождевую воду. Если кустарник поражает ложная мучнистая роса, применяются специальные препараты, которые содержат медь. Паутинный клещ – еще одна важная проблема и главный вредитель гортензии. Для избавления от пагубного насекомого применяется химическое опрыскивание. Паутинный клещ – ландшафт использования в украшении сада клумб. Эффектный пышный сорт гортензии – цветущее лето может стать настоящим украшением любого садового или дачного участка. Постоянное цветение в течение всего летнего сезона позволяет использовать гортензию в декоративных целях. Этот яркий зимостойкий кустарник высаживают рядом, выстраивая цветущим забором или живой изгородью. Но также это растение высаживают одиночными кустарниками для украшения дачного участка. В одной клумбе, как правило, совмещают растение с разными оттенками соцветий. Внимание! Хорошим соседом для данного сорта считается гортензия Саммерлав. Эти две разновидности цветут разными оттенками, создавая пестроту на клумбе. Крупнолистный кустарник гортензии является наиболее удивительным представителем декоративных растений, поскольку отличается пышным и эффектным цветением. Если выбрать этот цветок для посадки на своем участке, можно обеспечить себя прекрасным живописным видом на весь летний сезон. При этом стоит отметить простой уход и неприхотливые условия для роста.